Итак, дебаты пройдут 11 ноября. Участвует 6 человек, но в них уже во второй раз не участвует действующий президент. За него пойдет Ирлан Кошанов. Журналисты попытались узнать у ЦИК причину отказа президента от участия в дебатах. Для самого избирателя дебаты это возможность сравнить и выделить кандидатов, которые вышли лицом к лицу. Такая полемика дает возможность четко определить различия между платформами участников гонки. Как мотивирует президент свой отказ? Либо он в этот день сильно занят, либо у него другие планы, либо еще какие-то причины. У нас нет этой информации, коллеги. Я повторю еще раз. Было проведено заседание. Центральная избирательная комиссия установила дату проведения дебатов. И также в постановлении был пункт. Мы направили письма приглашения во все штабы всех кандидатов. Любой кандидат имел право участвовать лично, либо какие-то варианты предусмотреть участие доверенного лица. А уже конкретные мотивы и остальная часть вашего вопроса это вопрос не к Центральной избирательной комиссии. Мы отправили запрос, когда провели первое заседание. Во все штабы и штабы нам представили кандидатуры для участия в дебатах. Впрочем, житейская мудрость говорит, что лидирующий в рейтингах кандидат должен избегать дебатов из-за риска оказаться в сложном положении. Лидер чаще теряет, чем приобретает в ходе дебатов. В Центральной избирательной комиссии также рассказали, сколько потратят на теледебаты. Как выяснилось, дебаты пройдут на телеканале Хабар, который ежегодно получает из бюджета огромные деньги, то есть из денег налогоплательщиков. Но на проведение дебатов телеканал снова просит деньги. Сумма теледебатов 63 миллиона, правильно? Да, все верно. Да, откуда это цифры? Этот канал с бюджета, с наших налогов и так получает немало денег. Все правильно, да. 63 миллиона была представлена по заявке телеканала Хабар. Декорации, которые сооружаются на каждое такое большое мероприятие телевизионное, они одноразовые. И те декорации, которые были в 2019 году, они, я полагаю, что попросту не сохранились. Как правило, люди не смотрят дебаты в прямом эфире. Все смотрят отрывки на Facebook или YouTube, если один из кандидатов вдруг допустит ошибку. Журналисты также спросили, будут ли фильтры для тех, кто хочет задать вопросы. Ведь оппозиционеры или активные представители гражданского общества могут задать неудобные вопросы представителям властей. И, как выяснилось, такие фильтры есть. В проведении предвыборных телевизионных дебатов не допускается пропаганда, агитация, насильственного изменения конституционного строя, нарушение целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национально-религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований. Вот это единственное ограничение, которое предусмотрено к обсуждению на данных дебатах. По заранее расписанным правилам в дебатах можно провести презентацию предвыборной программы. Затем идет дискуссионная сессия. Участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. Далее идут вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан всего один вопрос. После можно сделать обращение к избирателям. Хронометраж теледебатов не более 80 минут. До неочередных выборов президента Республики Казахстан осталось почти две недели. Кандидат Нурлан Ауизбаев прибыл в Западноказахстанскую область с целью разъяснения своей предвыборной программы. В ходе встреч с населением люди поднимают вопросы, которые не могут найти своего решения уже давно. Это, например, коррупция, состояние дорог и другие, говорят представители Нурлана Ауизбаева. И вы знаете, повсеместно, во всех регионах народ буквально стонет от нежелания властей что-то делать, от неэффективности власти, от нерезультативности, от взяточничества, от коррупции, от ничего не делания власти. Понимаете, народ уже просто кипит. Каждая область региона имеет свои какие-то особенности. Например, в крупных городах Алмата, Астана уже замучила основанные на тотальной коррупции проблемы точечной застройки. На встрече с уральцами также были затронуты актуальные темы. Одна из них – это работа общественного транспорта. Жительница города Бахит из Басарова взволнована тем, что во втором рабочем поселке курсирует только 13 маршрут. И местным жителям приходится преодолевать большие расстояния пешком. Вопрос касается проезда нашего. То, что у нас только инвалиды по зрению первой группы. Я думаю, инвалиды первой группы в автобусах не ездят. Но только для них закон. А остальные все так же примерно по 80 тенге. Во втором, пожалуйста, все инвалиды, первая, вторая, третья группа, у них специально карточки, у них прям ставлены фотографии, они ездят. А в Актюбинске примерно проезд пенсионеров 40 тенге. Где-то вообще бесплатно пенсионеры. Ладно, про пенсионеры я тоже пенсионер, но законы для инвалидов должны быть как-то едины. Напомним, что внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября текущего года. По новому законодательству президент избирается только на один семилетний срок. В Казахстане не будут давать гражданство тем, кто не знает казахский язык. Власти разработали поправку в законы. В запросе депутатов Мажелиса были подняты вопросы, касающиеся проверки двойного гражданства-переселенцев и принятия в этом контексте правовых мер. Граждан и мигрантов, желающих остаться в Казахстане, необходимо ознакомить с историей, культурой, бытом, традициями и обычаями Казахстана. Разъяснить конституцию и законы. Открыть курсы казахского. Провести проверку по факту двойного гражданства каждого переселенца. И по результатам принять соответствующие правовые меры. И вот цитата письменного ответа премьера Смаилова на запрос депутата Джусимбинова. В настоящее время разработаны поправки в закон о гражданстве, предусматривающие незнание госязыка, основ истории и национальных законов в качестве основания для отказа в приеме гражданства. Для желающих изучать национальный язык в стране работают 174 воскресные школы, говорится в ответе премьер-министра. По данным ФСБ России, на начало ноября Казахстан вошел в тройку самых популярных у россиян направлений въезда. С июля по сентябрь в республику из России выехали почти миллион триста тысяч человек. Казахстан и Европейский союз заключили меморандум о взаимопонимании, о партнерстве в области устойчивого сырья, батареи и цепочек создания стоимости зеленого водорода. Документ подписали наш премьер-министр и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях саммита мировых лидеров глобальной конференции по изменению климата в Египте. В своем выступлении премьер Смаилов отметил важность нового меморандума. «Казахстан обладает необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии, транзитно-транспортный потенциал и значительные природные ресурсы. Сегодня на полях саммита мы заключили важный документ в области цепочек создания стоимости сырья, батарей и зеленого водорода». Европейский Союз является наиболее крупным и значимым торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли республики. Урсула фон дер Ляйен отметила при этом, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. А подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения. «По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский Союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и зеленого водорода». О том, что Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии, Алихан Смаилов заявил на саммите мировых лидеров, на конференции в Египте. Тут главы государства и правительства выступают с национальными обращениями, в которых представляют свое видение по наиболее актуальным проблемам изменения климата. По словам нашего премьера, сегодня в Казахстане доля зеленой энергии в общей выработке составляет 3%. При этом планируется нарастить производство до 15% на 7 дополнительных гигаватт к 2030 году. Выбросы углерода в этом году также планируется снизить минимум на 15%. «Мы прилагаем значительные усилия в рамках нового экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года», – сказал Смаилов. «Наша страна поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом. Впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ». При этом правительство принимает меры по стимулированию зеленых инвестиций и готова предложить Международный финансовый центр Астана в качестве уникального регионального инвестцентра зеленых финансов. 58 место занял Казахстан в рейтинге качества системы здравоохранения. При формировании списка из 96 стран учитывались такие показатели, как уровень специалистов здравоохранения, оборудования, врачей и стоимости услуг. Отметим, что позади Казахстана остались такие страны, как Россия, Греция, Армения, Грузия, Азербайджан, Беларусь, Мальта. На первых строчках оказались Тайвань, Южная Корея, Япония, Франция, Дания, Испания, Австралия, Таиланд, Норвегия, Финляндия. Что касается цен на амбулаторные услуги, то они выросли в Казахстане более чем на 15% по итогам сентября текущего года. Сильнее всех рост ощутили жители Туркистанской, Карагандинской и Улытаусской областей. Меньше всего рост цен замечен в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атыраусской областях. В Актюбе суд отказал в сносе заброшенного элеватора, где погиб ребёнок. После трагедии чиновники стали выяснять, почему опасный объект никем не охраняется и стал местом для детских игр. Начали искать хозяина. Оказалось, что с 2016 года старый элеватор находится в залоге в одном из банков второго уровня. За халат на себе с действия владельца здания оштрафовали на крупную сумму. Тогда Акимат потребовал снести заброшенный элеватор и подал иск в суд. Экономическим судом Актюбинской области рассмотрено гражданское дело по иску отдела архитектуры и градостроительства города Актюбе КАО «Фортебанка» в обязании снести здание. Поскольку при рассмотрении дела ИСОМ и третьими лицами не было представлено суду достаточных доказательств того, что спорный объект относится к аварийному объекту и потому должен быть снесён, решением суда иск оставлен без удовлетворения. Решение суда не вступило в законную силу. Но чиновники намерены подавать апелляцию и будут добиваться сноса опасного объекта. Напомним, трагедия произошла на старом элеваторе в мае этого года. Пропавшего сына родители искали в шесть часов. Однако дети, ставшие очевидцами несчастного случая, побоялись рассказать о случившемся взрослым. Почти месяц врачи боролись за жизнь девятилетнего Батыра, но он так и не вышел из комы. После падения с 20-метровой высоты ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Только после происшествия вход в здание элеватора заложили кирпичами. Спасатели Туркестанской области устраняют последствия обильных дождей, в результате которых во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Толибийском районе произошло подтопление. Ситуация находится на контроле Акимата и департамента ЧС Туркестанской области. Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Напомним, в конце октября в Туркестанской области во время обильных осадков погиб двухлетний мальчик. Он упал в яму на территории дома, заполненной дождевой водой. Тогда был подтоплен частный жилой дом, 21 дворовая территория, погибли 13 голов скота. В настоящее время силами местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков. Еще планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды. Оказывается, адресная помощь работы превентивного характера продолжается. Ряд наркопреступлений выявили полицейские Западно-Каустанской области. Так, стражами порядка был установлен и задержан житель города Аксай, у которого при личном обыске были обнаружены и изъяты 38 свертков с веществом растительного происхождения, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом. Он также показал тайник в лесном массиве, где были обнаружены еще 10 полиэтиленовых пакетов с аналогичным веществом. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в наркопреступлении полицейские изъяли более 30 свертков. Со слов задержанного, изъятые вещества относятся к синтетическим наркотикам, сообщили в департаменте полиции. Изъятые вещества направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4. Это хранение наркотических средств в особо крупных размерах. Благодаря правоохранительным органам было выявлено сразу 4 факта незаконного хранения наркосодержащих веществ в поселке Тайпах Акжаевского района. У одного из мужчин, кроме наркотиков, были обнаружены двуствольные и одноствольные ружья и гильзы 12-го калибра. В ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты 12 кустов конопли. Полиэтиленовые мешки с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом. Банки и коробки с семенами растения. По изъятым веществам, назначенные соответствующие экспертизы, по 4 фактам, возбуждены уволновленные дела. По статье 296 части 2 – это хранение наркотических средств без цели сбыта. Количество жертв мошенников увеличивается с каждым днем. Несмотря на предупреждение правоохранителей, граждане продолжают попадаться на удочки злоумышленников. Так, жительница Уральска оформила заказ на покупку шести шин для грузовых авто на крупную сумму. Однако поставщик оказался аферистом. В областном департаменте полиции сообщили, что сотрудница одной из организаций города перевела деньги знакомому, который ранее работал на доставке запасных частей и обещал выполнить заказ за короткий срок. Получив денежные средства, мужчина перестал выходить на связь. Руководство компании обратилось с заявлением в полицию. Стражам порядка удалось найти злоумышленника. Мужчина признал вину, но деньги не вернул. Гражданин 1994 года рождения путем обмана завладел денежными средствами в размере 2 миллиона 792 тысячи тенге, принадлежащие гражданке 1989 года рождения. В настоящий момент он дал признательные показания. Похищено, не изъято. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 40 пожаров зарегистрировано с начала отопительного сезона в Западно-Казахстанской области. Все они обошлись без жертв и пострадавших. Об этом стало известно в ходе брифинга с участием представителей Департамента по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, специалисты ДЧС сообщили, что в результате проверок на 8 объектах было выявлено 27 нарушений правил пожарной безопасности. Это 6 объектов АО «ЖАЭК Типуэнерго» и 2 объекта «Энергообеспечение». Три юридических лица были привлечены к административной ответственности. Также была проведена проверка соблюдения пожарной безопасности в жилых домах. На первом этапе проведения профилактических мероприятий сотрудниками Департамента совместно с местным исполнительным органом посещено уже 1214 домов. При проведении осмотров установлено, что в этих посещаемых домах, 1214 домах, нарушение правила пожарной безопасности эксплуатируется 705 домов, в которых были выявлены нарушения, связанные с автономной системой отопления, электрооборудованиями и других нарушений. К предстоящему зимнему периоду Департаментом по чрезвычайным ситуациям подготовлено свыше 2000 человек личного состава и более 600 единиц техники. Кроме того, 70 единиц техники повышенной проходимости. В зимний период большое количество чрезвычайных ситуаций происходит на дорогах республиканского значения. Поэтому специалисты советуют гражданам по возможности не выезжать на трассу в непогоду. Перед выходом на дорогу необходимо изучить прогноз на предстоящие двое суток, тщательно спланировать и продумать все детали своей поездки. Если же все-таки Буран застал вас в автомобиле, необходимо остановиться, обозначить место в своей стоянке, установить автомобиль двигателем на ветреную сторону, периодически открывать одну из дверей, отодвигать и разбивать сугробы, чтобы не заморвали нас внутри салона, вызвать помощь по номеру 112. Также специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при эксплуатации отопительных печей, газовых установок и электронагревательных приборов. С выше 13 миллиардов тенге составил бюджет Бурлинского района по итогам 10 месяцев текущего года. Об этом в ходе отчетного брифинга сообщил Аким Бурлинского района, Ирки Буан Ихсанов. Особенно остро на сегодняшний день стоит вопрос обеспечения жителей района жильем. В очереди на жилье стоят 2701 человек. С целью обеспечения населения жильем в рамках программы НРОЖЕР планируется завершить строительство девятиэтажного жилого дома. На сегодняшний день в городе Акция имеется 160 многоквартирных жилых домов. Из них 63 дома требуют ремонт кровли и фасадов, 95 лифтов требуют замены. В текущем году в целях модернизации жилищно-коммунального хозяйства было отремонтировано 6 кровель многоквартирных жилых домов. Наряду с этим было приобретено 18 лифтов. На сегодняшний день ведутся работы по их установке. В этом году на территории Бурлинского района начата ремонтная работа порядка 83 километров республиканских, областных и внутрирайонных автомобильных дорог. Одним из важных проектов комплексного плана развития Бурлинского района является реконструкция трассы республиканского значения «Подстепная граница Российской Федерации». В настоящее время данный масштабный проект нашел свое начало и на участке дороги. От 108 до 144 километра ведутся работы по реконструкции. Завершение работ на данном участке запланировано на 2025 год. Также планируется строительство школы на 600 мест в селе Бурлин и на 300 мест в селе Пугачёво. Кроме того, начата работа по привлечению инвестиций в строительство частного детского сада в 13 микрорайоне города Оксай. «Тойота-центр» в Уральске празднует свое десятилетие. По случаю юбилея представители центра «Тойота» организовали большой праздник из концертной программы. Как официальный дилерский центр «Тойота-центр» Уральск открылся в 2012 году. Сегодня автосалон является специализированным центром с полным спектром услуг по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки «Тойота». На все новые автомобили, приобретаемые в салоне, действует гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. За 10 лет компания продала клиентам около 7 тысяч автомобилей. На данный момент «Тойота-центр» в Уральске презентовал автомобили «Тойота Лангкрузе Прадо», «Тойота Лангкрузе 300», автомобили «Тойота Камри», всеми известны и автомобили «Тойота Хайландер». Сегодня в компании работает порядка 100 человек. «Тойота» является официальным сервисным центром «Лексус» в Уральске. «Тойота» занимается не только продажей автомобилей, но и обслуживанием клиентов после продажи авто. Кроме того, для клиентов действуют специальные кредитные программы. Практически каждая представительница прекрасного пола мечтает о красивой шубе. Приобрести ее по выгодным предложениям можно в компании «Союз Меха». Здесь представлено до 5000 меховых изделий. Шубы из норки, мутона, лисы и песца – самых разнообразных оттенков и моделей. Опытные продавцы-консультанты всегда помогут выбрать ту модель, которая подходит именно вам. «Найти подходящую шубу мне удалось в компании «Союз Меха». Здесь очень большой ассортимент, приветливые продавцы и отличное качество одежды». Помимо женских представлены и мужские модели. Также здесь можно приобрести меховые жилеты и головные уборы. Покупку можно оформить в рассрочку. «Напоминаем, что у нас огромное поступление шубок из меха норки, лисы, песца, куницы, австралийской овчины, поступление нового ассортимента. Ассортимент пополнился у нас размерными рядами, это с 38 по 64 размер и новыми модными расцветками». Компания «Союз Меха» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Сармыдатова, 28,2. Торговый дом «Твой дом Квант». Остановка-строитель на цокольном этаже с 10 до 19 часов без выходных. Выставка продлится до конца ноября.